Ну, зато сейчас сделаю стоп-старт. Вот сейчас надо рисовать слоу-пок, а вы жалкие людишки. Ладно, я сейчас вернусь. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. И так, я вернулся. Что там за слоу-пок, ламеру? Что случилось? Ничего не случилось. Все четко. Фанатики ферстпикают. Ведут они 1-0. Клаудай, нам есть над чем задуматься. У них последний бан. И баны, которые сделали фнатики. Фнатики, не фанатики, фнатики, ребят. Это Ренектон, Лулу и Лебланк. А там Люсшан, Касадин и Элис от Цианида забанили. Цианид, Пантеон, Лисин. Я думаю, выбор будет на этих двух героях строиться. Что касается Экспеки, Касадин нет, Лебланка нет. Экспеки я на Лулу не представляю, потому что вроде я его не видел на ней, на ЛКСе ни разу. Остался Грагас, Зикс, Ариана. Они для Рекласа забрали Адыкери. Аранжового. Интересно, была ли Кейтлин забанена в прошлой игре? Потому что если Кейтлин была опен. Но они взяли Севирку, я прокладываю, наверное, в той, конечно, проблемы. Нельзя сейчас брать Севирку. Севирка проигрывает Кейтлин. Казалось бы, Севирка для Солоку. Контрит Кейтлин. Но Клауд Найна снова играет одно и то же. Считают они, что проиграли не из-за пиков. Ну, конечно, они не из-за пиков проиграли. Но, конечно, сама стратегия, если будет одна и та же, это плохо. Плохо кончится. Забрали Грагаса, забрали Шивану. А, кстати, сейчас-то может лучше сработать. Ренек-то в бане. На него Вета поставлено, поэтому против Шиваны надо уже что-то другое брать. Цианид цельно будет пантеоном. И к спеке, наверное... Что? Вуконг от Цианида и Алистар от Йеллоу Стара. Серьезно? И кого ты будешь станеть? Зачем вообще Алистар? Нет, вот так вот. Это очень хорошая комбинация. Высвечивается у фанатиков. Единственное, им надо придумать топпера, которого тяжело так просто взять и придумать. Особенно, когда уже наверху стоит, ну, Джакс остается. Он с Шиваной вроде стоит неплохо. Можно Мунда. Он с Шиваной тоже отстоит неплохо и сможет создавать эту как раз добавочную силу, чтобы если даже Вуконг умрет... Хай на Казиксе, Метеус... Нет, я думаю, Метеус будет на Казиксе, а Хай как раз и останется на Грагосе. И Сникки забрал себе Моргану. Моргана против Зайра. Это новая обет, мне кажется, которую мы будем видеть как в Солокушеке, так и на ЛЦСе. Что в американском, что в европейском. Очень часто мы будем видеть этих героев, как мы в последнее время видели с вами Леона против Трэш. Сейчас мы будем вот это чаще видеть. Трандла все же хотят взять. Это может быть ошибка. Конечно, Суаз очень сильный Трандл. И, по-моему, я не видел на этом чемпионате, чтобы Суаз проигрывал за Трандла кому-то топ. Но сам герой им вообще не подходит. Хотя замедление от него, вот этот вот кубок, который он кидает, благодаря ему можно кидать очень хорошие копья за Нидали. И чейзить можно. Но, правда, у команды фанатиков она скорее паукащая, а не чейзящая. А вот Трандл, он в этом, конечно, силен. Ну что, снова Северка с Никки. Ты уверен, что ты хочешь на Северке играть? Зачем? Столько плохих от Декерри еще есть. А ты берешь Северку. Да, нас ждет еще вот сейчас здесь две игры. Если выиграют Клодна, а не две. Если выиграют Фанатики, то одна. И потом еще целая БУ-3 от Гамбитов против корейской команды. Это, конечно, будет интересно посмотреть, но я вот о себе забочусь. Я очень уже усталый. Я тут банны прошлой игры нашел. Обама, КС-1 тролль. КС-1, ну да, тролля от Суаза. И Обама. А, боялись они Реклеса на Обаме. А фанатики Элис, Лулу, Кейтлин. А, они сами Кейтлин забанили, чтобы забрать Вейн. Да, молодцы. Лулу забанили, ну, просто чтобы не было мобильности у Хая, хотя Хай на Лулу не особо играет, и Элис от... Ну да, тогда получается. Даже неплохие пики сделали Клоднайну, учитывая, какие герои были забанены. Моргана была только open, а вот Моргану, наверное, могли пикнуть. Это полуфинал. Гамбиты будут... Ты вопрос задаешь или утверждение? А, ну да, да, все правильно, да. Я не дочитал, все правильно. Вот это я не дочитал. И поэтому... Я увидел вот это вот, то, что она написала, как бы это правда, и я не понимаю, это вопрос или ответ. Китай уже инвайт себе 3-5 игр играть, ты же один не подтянешь. Хотя бы айтемы названия знаешь, да. Новый Велкос... Ммм, очень слабый, слабый, мне кажется, герой. Ну, черт, фуллскрин не работает, ребята, все. У меня не включается, фуллскрин ничего не сделает. Серьезно? Что такое? Но... Еще и лак будет. GG. GG стрим. Стрим говно лагает. О, на фуллскрин зато попали. Китай. Какие-то подлаги идут. Это все потому, что мы фуллскрин так долго выбирались. О, мы еще и вылетели из него. О, в это фе. Ну, сейчас-то мы выйдем в фуллскрин? Нет. Ну, не знаю, у меня твич не хочет работать адекватно. Вообще, вообще, я его закрою и заново перезапущу. Будет быстрее, чем то, что я сейчас мучаюсь. Перед гамбитами надо будет наверняка ребут уже сделать, потому что сегодня F5 нажми. Да, можно же было просто F5. Зачем? Так сделал. Завязывай супер и будет все окей. Мы с вами ничего не пропустили. Самое-самое начало. Вот сейчас первые перестрелки начались на ботлейне, которые выигрывают пока в фнатике. Воу! Yellow Star задоджил оба спела. Если бы он хоть один из них получил, я думаю, это был бы почти ферст-блад атак, сники без хп и ему страшно подходить. У Reckless, например, есть там дабл автоатаки уже. Не-не-не, все нормально. Помогает лимонейшн запушить второй левел фанатики получили раньше, но за скиллшотил лимонейшн второй левел плоднайном. И вот к этому парню будем, конечно, присматриваться. В этой игре он не на Лисине, а на Казиксе. Казикс против Уконга. Уконг будет, скорее всего, фармиться всю игру. Всю игру. Будет фармиться до седьмой минуты, то есть обычно на седьмой минуте вы получаете шестой левел, если вы не делаете какие-то сверхганги или что-то там, какие-то шаровые киллы. А вот Казиксу надо бы пораньше все сделать. Вот сейчас он уже мог идти вниз. Третий левел получат раньше здесь фанатики и Еллостар пошел уже ставить вард, они увидят, что он поставит вард. И еще один вард увидели, все видели. И Казиксу, кстати, даже не загангать ничего. Шивана запушила топ-лейн, на меде был поставлен вард, но Казиксу тут находит какой-то путь. Думает с Вуконгом один на один посражаться, но Вуконг ой-ой-ой-ой-ой. Ошибается Меттиус очень сильно. Ошибает, теряет время, мне кажется. Идет он ловить Цианида. Цианид тратит копию уже. Выходит Меттиус и теряет еще кучу времени. Смайтил Меттиус, но его пересмайтил Цианид и... Не, он даже не пересмайтил, он с автоатаки его залазхитил и Меттиус на самом деле проиграл пока что очень сильно. Он минус 6 фарма идет, Вуконг ушел раньше на бэк, на бэк, и Меттиус не совершил ни одного ганга. Мог он сделать... Хотя, не, не мог, здесь же варт поставили. Помните, здесь был варт и здесь был варт. К ним никак было не зайти, они были в безопасности. Фанатики. Сейчас Вуконг уже будет с бэка. Дальше фармится, да, он пошел с фрайтов. Весь круг будет проходить заново. Снова показывает, где был варт поставлен. Вау, сники! Отфлешивается! Не, выживет, выживет. Не видел он Yellow Star здесь. Его саппорт отошел, Моргана отходила, не знаю, куда сники так далеко ушел. И пришлось сники потратить флеш. Проигрывают Botlane, Cloud9 и вторую игру подряд, если честно. Просто Северка, которая не аутфармит Вейн, это поражение на линии. А здесь Кейтлин, которая x2 аутфармит Северку. В общем-то, тоже поражение. Ну, за всех зато работает Хай. Хай взял Грагас, а Грагас пушил линию, понимая, что Цианид никак ничего против этого сделать не может. И я думаю, синий баф, синий баф. Фанатиков будет под вопросом следующий, потому что очень хорошо пофиделись сейчас как Шивана, так и Грагас. Они будут впереди идти по айтемам от мидеров и топперов снатиков, плюс у них дополнительный гнает есть. Там-то телепорт с оаза, который он был потрачен уже. Ну, что делать с бутлейном, пока не ясно. он у себя восстановил. За счет этого спел шилда. А вот это интересно. Это очень интересно. Сейчас будет что-то. А почему Лимонешн щиток? Что? Как? Вообще Лимонешн сейчас мог сделать такой классный ход, когда в него кинула Зайра рут, он мог прожать на себя щиток и тогда бы, скорее всего, он догнал Зайру и попал бы там в нее своим рутом. К сожалению, он не среагировал, более того, он щиток свой потратил зачем-то на себя. Хотя тут уже надо было если кидать кого-то, то кидать уже в Метеус этот щиток. Ой-ой-ой, здесь Гракаса поймали, ультует в него, он отфлешивается ужасно. Откидывает всех зато своей ультой и сейчас через флеш будет за ним гнаться. Да, флеш, удар, флеш, копье он доджит, но это недолго будет продолжаться и Фершблат. Кривой флеш немножко от Хая и вот она и смерть. Плюс потерялся. Зачем он туда спускался? Он погнался вроде как за экспек и потом потерялся на ровном месте. И помните, я говорил, что можно будет побоевать за синие фанатиков, но в данном случае Клауд Найн потеряли свой красный. Хай явно хочет заработать много денег на ставки, Клауд Найн проиграет полуфинал. Пока эти ставки очень работают, потому что прошлую игру он сосал на Грагасе, когда он прекратит это делать, Клауд Найн начнут выигрывать, но пока он не прекращает. Митиус пытается в соло забрать красный баф, но ему не повезло, немножко плохо он отпулил, и он очень долго будет такими темпами забирать. Yellowstar знает, что скорее всего Митиус это ворует. Митиус убегает, но там Нидоли, Нидоли его встречает, кидает копье, Митиус доджит и все, ушел. Минус 800 голды. Учитывая, что был сделан только ферзблат, это уже много отставания, слишком большое. 400 голды вы где-то потеряли. Эти 400 голды, я даже не знаю, где они потеряны. Потому что по-моему обцам вроде не так все страшно. А, сколько здесь вардов. Пинг выбил цианид и тут второй еще пинг. синий баф, надо брать. Да, ну возьмет хай его, не страшно. Бэйм. Не, я грущу, потому что я пытаюсь как-то экономить силы. Мне еще надо на гамбитах будет обговариваться. Очень тяжело вообще откомментировать конечно в соло эти игры все. Ой, этот экспеки делает какой-то заход на топ. Хай это дело фалове. Не попадает экспеки копьем. Пытается в кошечке подамажить. Но здесь сейчас ответный врыв. Ульта Игнает был кинут, но Суас все равно выживет. Не получилось. Тауэрку смогут сломать? Вряд ли смогут. Мне интересно то, что два джанглера оба не пошли наверх. Оба решили дефить Тауэрки своих мидеров. И там была на миде сейчас такая войнушка вуконг против Метеуса. Нам это войну не показали, но в этой войне проиграл Метеус. Он потерял очень много хп и ушел сейчас вообще фармиться. Теперь топпер с мидером будет здесь стоять. Какое-то время, пока не вернется сюда тролль. не не шивана конечно этот момент дожидаться но придется ждать. выпускает ой 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 нет нет у него барьер что-то побоялся за болс и болс приходится уходить. Хватает конечно казикса ему. Если казик сюда пришел он бы мог этот фарм забрать но казикс был без хп. Проигрывает пока Метеус в лесу эту игру. Очень странно потому что я привык к тому что Метеус очень часто в соло выигрывает игры даже для клауд найнов то есть помимо того что он в соло кушке выигрывает игры за джанглеров за разных причем так он здесь даже для клауд найнов мог бы выиграть игру но сейчас он очень плохо отыграл за казикса не сделал ровным счетом ничего не пофармился потерял контроль над вуконгом и вуконг уже второй килл делает а Метеус в этот момент делает ничего пойдет он на топ скорее всего попытается сделать нет он знает что они дракона сейчас будут забирать и решает он пойти на спеет он что сделал экспеки я конечно не наркоман но мне кажется что он ошибся он должен был прыгнуть через стенку наверх забайтить хотя бы один флеш снять себя а он просто прыгнул в казикса и отдался окей его поймали то есть да его поймали ничего не сделать но парень мог еще бегать бегать и бегать в кошечке он зачем то прыгнул в них по моему он просто не скликнул не в ту сторону перенаправил лицо героя его стояло не в ту сторону и он прыгнул вместо того чтобы перепрыгивать через стенку вау вау как больно все это дракона фанатики и так и не забрали телепорт еще с уаза я бы на месте клоунайнов сейчас этого не делал эта идея будет не самая лучшая и у них нет колоссального преимущества над какой-то линией чтобы рисковать и брать дракона единственное то что у них есть сейчас у них есть бф сворт который есть у северки но нехватка шивана конечно сыграет свою злую шутку лимон нэшена почти отправили домой через алтарь но он поедет домой просто ножками своими а трандл был вынужден гоняться за болсом потому что тут синий баф под вопросом болс начинает с ним воевать у болса есть и гнает он вынудил сразу ультануть себя и отступил и тогда клауд найна решили начать нет ульты уже у трандла это по-моему был байт просто ребят они хотели якобы мы начнем дракона но сами они не собирались его делать это было сделано только для того чтобы шивана забрала сейчас синий баф хороший ход хороший но это означает что команды по крайней мере общаются друг с другом фанатики поняли что они проиграли свой синий баф только что и поэтому решили в ответ хотя бы мид сломать дракона никто брать не будет самим дракону лучше его брать уж пятером тогда решили будем ломать просто у них это тоже не особо получилось хоть у хая и нету маны так как синий баф его только появился сейчас казиксу надо его отдавать но казиксу надо еще позаботиться о том чтобы дракон начать брать просветочка тратить выбивает вар кстати видел этот вар вуконга они начинают брать дракона но трандло то есть или никто не успеет все просто клоунайна переиграли сейчас реально переиграли не знаю уж кто тут shout колит но именно по таймингам они переграли фанатиков они забрали у них красный баф легко очень ой извините синий баф легко очень они забрали в итоге дракона не потеряли мид и гракос еще останется синим бафом ааа не останется синим бафом хай слишком силен он реально очень хочет не выиграть эту игру старается изо всех сил просто парень делал старт прям как я делает когда за зайру играем постоянно фармлюсь где-нибудь подпушиваю линии потому что очень легко клирить вейвы за этого героя ой тут болоса вроде как ловят но это была на самом деле фишечка байта болос продолжает казик здесь и опа килл откуда он тут появился я даже не знаю отфлешится лимонейшн да отфлешивается лимонейшн казик спрыгивает yellowstar но yellowstar отфлешивается от него и надо уже отходить болоса избивает грагас все еще здесь нет потому что он хочет проиграть эту игру я не знаю чем он там занимается но он бы здесь нам понадобился грагас забрал кейтлин ладно окей тогда ладно килл на килл там обменяли грагас сюда уже подошел и запушивает линию он просто был на миде и свернул убивать кейтлин мы этого с вами не видели посмотрим может там реально был такой момент маст хэв килл но если бы он пришел в этот тимфайт то сохранили бы жизнь и моргана и босс бы сохранил жизнь и возможно они бы сделали больше киллов и не факт что это кейтлин бы пришла и что-то сделала просто убивать реклоса и только из-за того что он реклос это не так давайте посмотрим там вот все началась битва а он сразу ультанул сюда погнался нет это ненужное было действие это была ошибка хая полностью надо было ему идти туда и все это погоня она такая знаете получится не получится там был момент и неудачно отпрыгнула 2 килла уже зато есть на казиксе это радует казикс у нас идет через black cleaver вторым айтемом скорее всего его дорожит до конца а в конк идет вармок кстати говоря вармок как айтем против казикс очень силен ранды мне даже кажется слабее чем вармок ну возможно это вармок может это чисто ранды потому что вуконг который может прокастовать фул свою ульту и после этого еще остаться в живых за счет огромного количества хп а остаться на защиту он купит потом они будут у него все равно куда он денется это очень сильный пик плодами заходит в чужой лес но это делается не для того чтобы выбить этот вард это скорее случайность они хотели убивать кейтлин и задавить бот лайн выбили первого вард сейчас три буши выбьют второй вард ашивана трамгла видите как она его обзанивает она его заставляет стоять под этой башней и даже если он нажмет где-то телепорт он потеряет башню свою он не может далеко уходить болт же забирает мопцов здесь и после этого уходит постоянно в лес оппонентов в данный момент он ушел на мид чтобы быстренько запушить и вернется через пару секунд снова на топ комментаторы английские там сейчас как раз оценивали лейтгейм и в общем-то мои же слова сказали я их просто повторю только я их держал в голове не хотел вам рассказывать лейтгейм я полностью отдаю клауднайном но у фанатиков есть шансы на победу этими шансами я назову телепорт у с уаза очень классная ульта от цианида и много-много-много хороших копий от нидали но если хоть один из этих трех пунктов не сработает им надо вот реально чтобы все три пункта сработали если хоть один из них не сработает то клауднайны в легкую просто будут побеждать потому что грагаса ульта это сильно моргана с щитком и рутом это сильно расфиженный казикс а он уже расфиживается это очень сильно они сейчас могут просто забрать на шора в соло очень быстро обменять на шора на тауру допустим но не рискнули и их немножко вне позиции поймали успеют ли они теперь туда вернуться шивана возвращается и лимонейшн соло тут прошел кстати щиток лимонейшн на моргане он еще помогает и от копий не дали так что при хорошей реакции можно даже от копий защищать своих союзников 40 секунд до дракона моргану надо туда проводить чтобы она провардила все проводить провардила вон какой-то каламбур 4-3 общий счет по деньгам видите все вровень я думаю в ближайшем тимфайте все решится блин хай очень битый хотя у него были хилки еще W есть у него вылечится все будет у нее нормально вижен у кого тут больше да ни у кого просто есть один вард фанатиков на драконе и все ну что ж сейчас что-то будет 5 секунд до начала на шора о начала дракона с уазу некуда пока телепортироваться и это конечно проблема фанатиков они не подготовили ему телепорт и это отдача да это они просто не слушайте сами отдают уже кладнайн они его отпулили и забирают в итоге и отходят да да а вот это интересно северка ультует не попадает икспеки прорывается в еллоу стара слушайте они его убили пытается убивать рекласа а нам тут показывают другое где хая почти что убили он жив икспеки делает еще один себе килл суаза тоже тут убивают и сники здесь делает килл дабл нам показывали не то место файта нам показали где шивана ворвалась в еллоу стара и дальше еллоу стара ульта зазонила всю команду клауднайнов и вот вся эта зазоненная часть сражались 4 в 3 и победили в то время как реклас воевал с одной шиваной пытаясь помочь еллоу стару надеюсь нам сейчас покажут именно с той стороны что произошло потому что там сделал казик себе килл там хай смог через стенку перефлешиться в этот раз и остался в живых там же северка сделала два кила и вот как это произошло это конечно очень интересно но нам не показывают кладнайны забрав первый объект это а ну вот давайте еще рассмотрим ускорение полетело и смотрим теперь только вниз ульта разворачиваются ой цианид то какую хрень сделал цианид сделал хрень ребят сейчас объясню я очень усталый но объясню цианид флешнулся и ультанул в трех игроков то что он ультанул в трех это классно но есть маленькая проблема он там был один некому помогать ему автоатачить некому экспеки вообще там копьем не попал и получается он флешнулся еще до того как прилетел туда с уаз и когда уже вуконк остался с третью да какой третью там с 200 хп наверное не с третью хп а где-то 200 у него там осталось северка за ним флешнулся добила его и только в этот момент прилетел туда трандл ну и с трандлом уже справились с клауднайной вместе ну и как раз там был момент когда хай удачный сделал флеш через стену миддли без синего бафа но он оглеет раскидывает тут копия ой 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 не прикрыть никак босс пытался его прикрыть но они нашли здесь пинг варт выбивает его метеусу опять метеус играет через нинджа таби ну что ж с ним не так две игры подряд он не те ботинки покупает как так это уже самые ужасные ботинки которые можно купить на казикса я серьезно считаю что хуже ботинки купить нельзя на казикса кулдаун редакшн отличные роумящие отличные мерки суперские потому что чаще всего контрят ваши прыжки ццшками но ни в коем случае не нинджа таби для чего они ему нинджа таби надо герою который идет и автоатачит автоатачит и автоатачит к примеру там олов подойдет с нинджа таби пантеону можно нинджа таби ни в коем случае не казикс у которого один прокаст улыновский и все синебаф кстати здесь респаунился не уверен я знал или кладдайна о том что синебаф сейчас здесь будет а вот то что суаз сверху они знали но дальше побоялись идти потому что пока они будут убивать суаза они потеряют на этом таверку свою медовую и решили развернуться и воевать надо им объединиться и под ультой северки влетать грагас здесь не попадает никуда ультует в грагас еще одна ульта в грагас но он успел откинуть все еще жив грагас все еще жив грагас шатдаун на хазиксе сделали нинджа таби не помогли как так я больше чем уверен что не помогли как раз из-за того что там было магического урона больше либо его зарутили нам конечно это покажут как Scolo продолжает раскидывать копья не убили они его конга разменялись они 2 в 2 invade все же умер к сожалению тут вопрос к тому как казик погиб сейчас нам должны показать повтор но уже со стороны хаи обидно что каран потеряла флеш на ровном месте Смотрим Вот здесь может стоило ультануть пораньше Метьюса подкинуло Метьюс ультанул, побежал дальше Прыгнул, начал бить И не хватило дэмэджа Да, не хватило просто дэмэджа Хотя там киска ему нанесла очень много урона А болса здесь развели Не хватило ему тоже Урона, чтобы добить Нидали, она просто перепрыгнула через стенку Он не может за ней так чейзить Хай получает синий баф, тут красный отдает реклосу Может быть, может быть Он взял нинджа табиа, только потому что Каждый файт они будут поступать так Шивана нажимает ульту И летит в реклоса В этот же момент Метьюс прожимает свою ульту Пробегает на пофиг через всю команду фанатиков И находит реклоса на карте И будет пытаться его убивать Ультанул Метиус Еще раз ультанул Метиус И еще раз можно ультануть Тут вард был, он его не видел Он, кстати, себе ульту скачал дальше Но это сейчас я могу сразу вам сказать Всегда берите на Казикса ульту и прыжок Это мастхэф на его эволюции На 6 и 11 левеле Дальше можно уже думать Варьировать ситуацию Можно кушку грейдить себе Забрал, все, все Метиус забрал Здесь ультат Зайры Зайры не умирает Казикс погнался, но погнался не за реклосом И его забрали Не понимаю я, что делает Метиус Вообще не понимаю Он реально ужасно играет Что-то в этой игре Продолжается здесь как бы эта погоня Но Сники пытался сделать киллов Но он один в поле не воин Это понятно Когда фронтлайн весь умер Что он может сделать Там был первый размен Саппорт на саппорт Оба саппорта ультанули Дальше Сники побежал за саппортом Зайры Почти ее догнал И, наверное, все, что там догнал и убил Просто он флэш где-то потратил Мне кажется, что он флэш потратил именно там Чтобы ее догнать и убить В этот момент Метиус просто в троих впрыгивает И отдается ради фана Не знаю, почему он пошел там отдаваться Более того, он прыгал не на Кейтлин Как я вот предположил Он прыгал на Нидали Шивана вообще не долетела до Кейтлин Что за бред Теряется немножко Клауд Найн Они держат все еще свое преимущество в 3000 Но мне не нравится, как они тимфайты проводят Они сейчас выигрывают только за счет того Что они в начале хорошо надавили И сейчас, кстати, они могут забрать на Шора Вообще не надо отвлекаться Было просто идти брать на Шора Чего вы? Ну все, отвлеклись И Хай потерял пол лица Теперь Хай надо реколиться И на Шора уже брать не могут Почему они могли брать на Шора? Потому что Вуконг был на бэке Кейтлин была на бэке И единственный, кто с бэка мог быстро прилететь Это Суас И мне кажется По всем вот показателям Они должны были их видеть По миникарте просто было видно Когда Кейтлин реколлинулась Когда Вуконг реколлился Все это было видно В любом случае Всегда можно было забить на него И уйти У них три героя прыгающих И по крайней мере У них еще Северка с ультой А так Фанатики Фанатики Проигрывая 3000 Давят клауднайнов Сжимая их под башни И не выпускают оттуда Сами инициируют какие-то битвы Такое впечатление Что они даже ведут в счете Но мы с вами видим обратно И как бы мы понимаем А где мы это видим Я это вижу например в одном герое Который идет плюс 100 фарма Это Боллс Все деньги на нем Вот это вот преимущество Грагас нет войд стаффа Но у Нидали еще тоже нет войд стаффа А Декери наравне идут опять Джанглеры Ласт Виспера все еще здесь нет Но там еще Тоже нет айтема Так что нормально Ой Тут Метеуса поймали Но он через прыжок ушел сразу 14 левел у Метеуса Ему надо пофармиться чуть-чуть Ему нужен 16 как можно быстрее И судя по всему Ему здесь лучше наверное будет взять кушку Грагас может зачищать линию очень быстро Точно так же То есть Северка зачищает линии Ну и Шивана Тоже неплоха в этом смысле То есть зачистки линии у Клодайнов нет проблем Вот когда у него будет сильная кушка Он действительно сможет на Кетлин добираться в соло Экспеки настолько наглый Просто идет и кидает копия Ну то есть допустим вот здесь нет вардов Посмотрите вот здесь нет вардов А экспеки вот тут стоит И Казикс мог быть не снизу А мог сзади просто зайти и убить его Они Казикса кстати увидели снизу Он только что там отпуливал линию И решили зайти на сторону на Шора Все там провардить Все зачистить У них есть варды И еще и топлей немножко подпушить Ну там Суас Интересный ход от снетиков Но на этом они могут потерять вижен Ну а Лимонейшн живи Лимонейшн жив Но хп у него очень мало осталось А здесь Казикс Ваншотает Кетлин И готов продолжать погоню Прыгает Пытается убить экспеки Не получается Но экспеки все же убивает Шивана И надо быть сейчас очень аккуратными Суас уже с большим количеством хп Возвращается хай Метюс надо резко где-то полечиться И очень они хорошо как-то разрулили эту биту Посмотрите на количество хп Всех куалднайновцев Они жутко биты и все Но убили трех игроков И тут вопрос конечно Как умудрилась Кетлин и экспеки Оказаться вместе в одной точке Их Что и в них как бы в общем-то Ультанули И убили Как вот эти два игрока умудрились Два керри команды Fnatic Встали в одно место И Получили по этому самому месту Так конечно делать нельзя Показывает нам деньги 500 голды Ну сейчас уже деньги между всеми Там тысяча, 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 тысяча 500 и один игрок только на 2,5 идет впереди Это болс Босс уже собрал банши Дальше собирает на нога Трандл такой непробиваемый Посмотрите на Трандл Спирит визаж Кстати вот спирит визаж Именно Трандл Это наверное корр айтем Даже учитывая как они этот айтем поменяли Потому что ему нужен именно тот показатель этого айтема Который Не меняли То есть ему нужен лайфстил оттуда Повышение лайфстила Селф лайфстила Как раз в этом и весь прикол И есть Чтобы его ульта Сильнее была Ну вот Мунда Наверное тоже Ну не наверное А точно Мунда остался по прежнему тоже С этим айтемом Дружащий А вот например Шивана видите Не собрала его Собрала банши Хотя кулдаун редакшн У него вообще нет И он бы ей пригодился Там 10% даже эти Но она понимает Что банши намного лучше Сейчас И если бы ему нужен был еще Магрес Он Я не знаю даже Что бы брал Ближе наверное Локит бы он взял Нежели Собирал бы банши О Собирал бы спиртвисаж Ну потенки скорее всего Он грейзил Не в Нинджетабе А просто Тебе отметки Клоунайна ведут Сейчас 7000 И как раз Речь идет О том Что говорили английские Комментаторы Что я сказал У них лейтгейм сильнее И в него они Вошли Провели эту битву В которой в кои-то веки Поймали они Экспеки с реклосом Я там конечно поругался Немножко Что Как они так умудрились Вместе встать Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла Но В реальности Вообще Это чудо Что фанатики До сих пор В этой игре играют Потому что Они играют За счет Мобильности Экспеки Которые на себя Вытягивают Время У них ужасный пик Кто не понимает Ну давайте Вместе сядем Посчитаем Подумаем У них есть Кейтлин На которую Обладает Резким Дэмэджем Она будет С автоатаки Бить Но так как На нее Сядет Болс Бить она В общем-то Будет Только его У них Есть Нидали Которая Не обладает Резким Дэмэджем Которая Может Только Кидать Копья Ну и Чейзить Умеет Это хорошо У них Есть Зайра Которая Наконец-то Обладает Резким Дэмэджем Но Ее Дэмэдж Он Только Если Она Сможет Все Попасть Оттуда Появляется И Тут Мы Возвращаемся К топеру У них Топпер Который Не обладает Опять же Резким Дэмэджем Он Только Бьет Бьет Уныленько Бьет Пока Кого Нибудь Не Убьет Но Это Пока Наступает Нескоро И Вот Мы Подошли К Последнему Герою Вуконг Либо Вуконга Меняем Либо Всех Остальных Героев Меняем Вуконг Им Совершенно Не Нужен Им Нужен Тоже Герой Который Не Обладает Резким Дэмэджем А потихоньку Бьет 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 Что Нить Ой Очень Много Копи Кстати Наловили Клауд Найна Здесь И Даже Имея На Шора Они Кроме Как Снести Две Башни Не Смогли Топ Тауэрку Они Сломать Тоже Не Смогли Потому Что Там Линия Начала Пушиться Вообще В Их Сторон Сейчас Они Вернутся Быстро Отпуляться А мы Давайте Обсудим Дальше Какого Героя Им Можно Взять Фанатикам Им Годится Элис Но Элис Была Забанена Им Как ни Странно Годится Пантеон Здесь Но Пантеон Они Испугались Взять Когда Увидели Казикса От Клауд Найнов Уже А Нет Там Был Не Казикс Там Был Да Кстати Там Был Не Казикс Там Была Шивана С Грагас Но Они Могли Забрать Себе Пантеона Им Годится Ви Кстати Которая Была Не Забанена Не Зная Почему Цианид Ее Не Взял Им Годится Олаф Цианид Играет На Олафе Но Они Решили Зачем То Взять Вуконга Мне Тяжело Сейчас Свои Мысли Правильно Скоординировать И Убедить Вас В том Что Я Прав Потому Что Я Немножко Усталый Вялый И Скучно Скучно То Что Я Здесь Один Где Май Сокомментируют Комментаторы Баневур Где ты Нет Баневура Кстати Не ответил А еще ушел Офлайн Шифруется Все с ним Понятно Все с Баневуром Понятно Шифруется Минус 9000 От Фнатиков Еще Одна Осада От Клауд Найнов Но Опять Там Копии Летят И Пока Эти Копии Летят Очень Сложно Провести Туда Бой Посмотрите Что Произошло С Болсом Кладнайном Терпеть Конечно Это Нельзя Я Думаю Они Попытаются Сейчас Организовать Где-то Битву В центре Карты Может Даже Это Не На Шоре Будет А Просто Где-то В центре Карты У них Есть Моргана Шурелли Которая Кстати Продала Синий Голдер И купила Шурелли Точно Так же Поступила Зира Продала Шурелли Синий Голдер Купила Шурелли А Синий Голдер Как Раньше Сейчас Я не знаю Как он Называет Санит Водички Решил Попить Бекклсон На базу Как раз Ради Этого Почти Десять Тысяч Не Не Почти Вру Все Те же Девять Только Девять Двести Стало Дракон Сейчас Появится И На Шор Появится У Клод Найна Есть Гижен На Шоре У Нех Есть Тайминг На Шора Точный Абсолютно Потому что Они Знают Когда Он Появится И Они Попытаются Сейчас Поймать Либо На Заходе Туда Либо Сразу Будут Его Рашить Кучу Вардов Они Расставили Санита Сняли Щиток Зачистили Первый Вард Они Болс Хай Продолжает Подпушивать Мидлейн И Начали Они Его Брать Кидается Там Кубок И Придется Отступить Отсюда Я Думаю Ой Там Метеос Очень Сильно Будет Убиваться Обна Шора Не Надо Вот Так Шорелью Потратил Йелло Стар Уже Хай Расстреливают Знатики Классно Делают Но Клад Най Решает Идти Вол Ин В Эту Сторону Догоняет Они Суаз Суаз Пытается Убежать За Медло Прыгает Казикс Убивает Первого Попадает Под Обстрел Теряет Га Своё И Там Казик Сейчас Появится Флэш Не очень Хороший Был Флэш От Лемон Нейшена Смогут Ли Они Забрать На Шора Они Двух Игроков Забрали Но Все Еще Жив Экспеки Реквесс И Йеллоу Стар Йеллоу Приходится Реколиться Потому Что У него Нет Ни Маны Ни ХП А Остальным Игрокам Не Чуждо Это Действие Забирает На Шора Они Пошли Его Брать Копье Которое Могло Убить Боллс Если Б Долетело Но Оно Не Долетело Слава Богу И Забирают Клауд Найны Себе На Шора Попытаются Они С этим Нашором Еще Один Еще Одну Осаду Провести Может Стоит А У них Еще 12 Секунд Шурелия Прожимается Они Гонятся Попытаются С этим Стадом Мопцов Сейчас Пройти Не Попал Экспеке Важным Очень Не Попал Копьем Это Будет Минус Таврка И Они Будут Пытаться Сломать Ингибитор Это Очень Важно И Ульта Минус Ох Ты Как Они Его Забрали Босс Есть Дракон На него Накинули Щиток И Надо Отходить Копье В Сники Прикрывают Сники Всей Команды Мне Вот Этим Зайру Ребят Очень Сильно Не Нравится Я Поэтому Зайру Когда Играю Люблю Собирать Ее Через Маску И Рулай Очень Люблю Это Дело Маска Рулай Потому Что Магический Урон Это Вам Добавляет Это Понятно Но Главное Это ХП У Этого Героя Такое Печатление Что Вообще Нет ХП Как У Соны Но У Соны Есть Свой Собственный Отхил Плюс Сона Героя Одной Ульты Мы Это С вами Прекрасно Знаем Здесь Зайра Это Не Герои Одной Ульты У Нее КД Очень Низкие Для Тим Файтов И Она Может Постоянно Кидать Рут Постоянно Кидать Кушку Новые Свои Растения Вызывать И Желательно Ей В Приходится Либо Идеально Доджить Все Спелы Либо Иметь Какое-то Большое Количество ХП Если Мы Посмотрим На Зайра Билд То Она Жутковатная Но Сейчас Тут Не Об этом Идет Речь А Об этом Классно Мовик Смотрите Я Про Зайру Говорю Потому Что Зайра Умерла В Одном Файте Не Успев Даже Долго Мультануть А Кейтлин Убили Вообще Красиво Или Я Оговорился Искал Зайра Тоже Ну Ладно Если Вдруг Оговорился К Чему Я Вообще Все К К Тому Что То Что Сделала Зайра Сейчас Микаэль Это Конечно Хорошо Но Нет Мне Кажется Микаэль Здесь Слабо Заходит Был Бо У него Рулай Сейчас Заместо Микаэля Я Думал Клод Наверное Было Больше Проблем Снимает Банши Он Кидает За место Банши На себя Щиток Прикольно Выглядел Рут Не попали Ставят Пин Кварт Этот Пин Кварт Надо Выбивать Пятью Авто Атаками И Клод Найна Потеряли Этот Пин Кварт А Метис Вообще Получил Удар Почему Пин Кварт Они Сюда Не Поставили Оу А нам Это не Показали Там Грагас Бочку Кинул Плюс Ульту И Ну Вот Реклас Остался С 10 КП Красный Баф Забирает Себе Мечис Или Северки Его Забирал Не Северка Здесь Стояла Он Просто Себе Забирал Красный Баф Уже Не Вижу Много Я Блин Как Я буду Гамбитов Комменчить Подпушивается Уже Линия На Меде Которая Еще И Вы Это Видите И Вот Этим Сейчас Плав Найна Должны Воспользоваться Только Сники Какую-то Хрень Творит Правда На него Куча Щитков Накинули И Все У Него Получилось Еще Один Щиток Но Щиток Морганы Все Пробивает Смотрите Сколько КП Потерял Сники Грагаса Нет Ульты Аня Все Уже Есть Ульта Попытался Убить Грагас Не Попал Ультой Мне Кажется Сейчас Допрыгиваются Клауд Найна Идет Контр Врыв Казик Спрыгивает Не Убивает Метеус Йеллоу Стара Нет Все Убивает Продолжает Погоню За Суазом Убивает Суаза В него Ультуют И Копье Одновременно С этим Кидает Но Сники Сники Молодец Все Это Время Он Авто Оттачил И Не Терялся В этой Игре Суаз Его Не Бил Вы Это Видели И Поэтому Смогли Смогли Такие Клауд Найны Эту Игру Выиграть 45 минут Я считаю Они На Пиках Еще Выиграли Есть О чем Поговорить Теперь Фанатикам Потому Что Они Вроде Предыдущие Попобедили Флэш Присогнает Хорош Хай Да Кометить И Майни Нет Никого Нет Включай Шизу Кометить Разными Голосами Мне тоже Думается Что это Было Очень Рандомно Сделано Ой Посмотрите У нас Уаза Такое Впечатление Что Это Была Лучшая Игра И Они Ее Слили И Они Не Знают Что Делать Одно Могу Сказать Что У У Хай Руки Тряслись Сейчас Метеус Во все Бары Ходит Здесь Во все Пабы Видели Сколько У него Было Этикеток На руке Резиночек Этикеток Позапрошлой Игре Получается Северка Была Взята Ферст Пиком А Вейн Была Как Контр Взята К ней Интересно Развиз Висаж Увеличивает ХП Ульты Рейника Нет Не Увеличивает То Число Статичное А Сам По Себе Отхил Выше Рейника У него Жесть Срейджа Отхил И Вот Это Вот Спирит Висаж Увеличивает Север Возву Нично Ники Скоро Через С Jesse Север В 1ст 1st В 1ст Игорь Север Поп Север 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 В Север И Чемпион Север Кейтлин И По Кланд Север В Хейт Север Север Можем Число Север Дан Север В Кстати, да, если так посудить, за финал желательно нам болеть за Cloud9 не только потому, что мне нравится, как они играют. Да я, наверное, просто в этом перерыве схожу в магазин, прогуляюсь, дышу свежим воздухом, что-нибудь такое. Хойл, не волнуйся. Я, кстати, могу сейчас открыть балкон, может быть свежий воздух меня вернет к жизни, а то я реально мертвый уже. Какая погода в Риге, снег у нас выпал, сейчас идет какой-то ураган непонятно с чем. То ли это мокрый-мокрый дождь, то ли это мокрый-мокрый снег, то ли это большие капли дождя. Я как на Фрогена не гляну, он реально, посмотрите на это. Оскар мне, Оскар. Вы что, не понимаете? Он был out of position, out of position, это колоссальная ошибка. Точно? Головой так кивает, точно. Дефишев пытается, пытается с ним сравниться, но жестикуляция у него намного слабее, чем у Фрогена. Игра просто одним лицом. Ву-ву-ву, нифига там ураган. Мне тут чуть не снесло. В квартире все. Я немножко помолчу, съем что-нибудь. В этом игре я не очень понравился. В этой игре я не очень понравился. Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok